Привет, дорогие читатели! Хочу поделиться о мыслях о звездопаде в Ростове. Вот уже полгода, как чиновники Ростова, всех мастей один за одним садятся в тюрьму, кто в изолятор ФСБ, кто в обычный изолятор. Что же творится? И вот апогеем всего стало, когда надели наручники на министра здравоохранения Ростовской области, и тут вдруг губернатор Голубев взрелел. Всех моих сажают, я не допущу, я объявляю информационную войну силовикам. Я, честно сказать, вообще немножко не мог послушать, как губернатор может объявить информационную войну силовикам. И все СМИ Ростовской области начали кричать, какие негодяи силовики сажают бедных, несчастных, воровато чиновников, дома которых все в золоте, которые ездят на дорогих машинах, джипах, имели собственные за границу и так далее. Но это был бред. Но все ростовские СМИ кинулись на защиту бедных, несчастных чиновников. И губернатор говорит, вы мешаете мне работать. Начали сбор подписи. То есть фактически губернатор начал работать методами оранжевых революций. Одиночные пикеты, защиту несчастного министра здравоохранения. Вот. И сегодня произошел новый сюрприз. Сегодня уже посадили руководителя пресс-службы администрации Ростова. Вот. Понимаешь, губернатор собрал вороватых чиновников на войну с силовиками. Губернатор, ты вообще что там понимаешь? Вороватых чиновников. Ну вы же все погрязли во взятках. Вы же про вас все все знают. Мы прекрасно понимаем, как пресс-служба откатывает и как в этой пресс-службе получается та или иная лояльность СМИ. И вот этих вороватых чиновников, господин губернатор, ты отправил на войну. Ты вообще понимаешь, кому ты отправил? Да вот. Господин губернатор, если у тебя есть проблемы, допустим, с силовиками региона, ты губернатор. Ты можешь поехать в Москву и встретиться с руководством твоих силовиков. Ты можешь поехать в администрацию президента, к курирующему заместителю и поговорить, что происходит. Но, господин губернатор, вы вносите все это в публичную плоскость. Вы собираете пикеты, вы собираете подписи. Вы вообще в своем уме, как вы губернатором-то стали? Хуже всего вы подставляете всю свою банду товарищей, которая один за одним садится в изолятор ФСБ. Кто будет следующий? Кого вы еще на войну привлекаете? Депутатов попросили. Депутаты счастливые вышли из-за вороватого министра здравоохранения. Мы за нее, как за родную. Правда, там золотые шкафы, золотые бриллианты, собственность в Америке, собственность в Израиле. Господа депутаты, вы за кого заступили из Минины? Вы хоть о своем-то, о себе-то подумали? Вас губернатор попросил, да? Мне кажется, что то, что творится сегодня в России, это какой-то нонсен. Когда губернатор каким-то общественно-политическим давлением вороватыми чиновниками пытается объявить войну силовикам. Всем привет! Мне еще интересно, а сколько еще людей сядет, господин Голубев? Спасибо за просмотр!